На весь мир скачки, Челтнамский фестиваль. Эти скачки с 1912 года здесь проходят. И если аз, как это лошади, бегут на скорость, соревнуются, то здесь это стиплчейс, барьерные скачки Трайбори. Также здесь есть еще одни скачки, называются Бадминтон Шайлс, когда просто это даже не скачки, а лошади. Сегодня, это первые числа ноября, я приехала в регион, который находится на западе Англии и называется Коцвулдс. Со мной в группе девочки из Казахстана, Кыргызстана и Татарстана. А проводит нам экскурсию Ирина, ее аккаунт называется British Ramblin, я его укажу в описании. И обратите при этом внимание, что она, вон машина в зале едет, вот он сейчас здесь будет весело им разъезжаться. Каменная изгородь выполнена методом сухой кладки. Обратите внимание, что внутри нет никакого, называются такие изгороди Dry Stone Wallens. Устойчивость конструкции обеспечивает определенная пропорция. На неглубоком фундаменте внизу укладывают самые плоские, самые большие. Это мы разглядываем популярные в этой местности изгороди из камня. Они уложены методом сухой кладки. Стоят по 400 лет и еще бы простояли, если бы не эти грузовики, которые иногда их задевают. Значение названия региона Коцвулл звучит примерно так. Регион невысокой холмистости с пасущимися на нем овцами. Прямо по курсу, это уже живой дом. И вокруг него пока еще... Мы прископировали дома, мы с ним, если выписывали дома, мы подыграли, где поднялся. Индустриальная революция 18 века законсервировала это место. Люди поголовно уезжали отсюда, в города, на фабрики и заводы. Приближаемся к бывшему мельничному подворью, а сейчас это частный дом. Так как это бывшая мельница, здесь нам жернова выставили на обозрение, чтобы подчеркнуть историческое предназначение этих построек. Смотрите, сколько овечек и коровок. Как раз им повезло впереди. Несмотря на то, что земля здесь везде частная, тропы, которые проходят через частные владения, они общественные. Такие тропы никто специально не прокладывал. Они были сформированы естественным передвижением людей сотни лет назад. Это тропы до церкви, до школы, на рынок, в соседнюю деревню и так далее. Сейчас будем проходить калитку, которая называется «Поцелуйная». Тогда я тебя пропущу. Пара должна поцеловаться в этом закутке, а потом только проходить. Сейчас эти общественные тропы охраняются законом, и по ним ходят гуляющие на природе люди. Никакой новый владелец земли не имеет права перекрывать тропы, которые существуют столетиями. То есть барана помечают, баран совокупляет овцу и переносит щас краски на шерсть овцы. И овца, когда рождается, у неё приплывается. А в XIX веке уже новое поколение людей стало возвращаться к своим корням, возвращаться на земли предков. И сейчас этот регион под охраной, как объект невероятной природной красоты. То есть вы просто перекидываете через них ногу, прилазите, там ступенечка с той стороны. Здесь у нас указатели, видите, на общественные тропы футфалс. Футфалс – это тропа, на которой можно только приходить. Если вы на него сидите, если вы на лошадь, то на лошадь, то на лошадь гуляет. На футфалс вы не можете даже в руках. Только на лошадь гуляет. Пистолет живёт 300 лет, и 300 лет умирает. Поэтому средняя продолжительность жизни дуба где-то 900 лет, но вот последние три распушились не так видно. Вообще она там сидит, работает у себя в гостиной с видом на эту липовую аллею. И весной тоже очень красиво здесь. Мы проходим по частным владениям, по общественной тропе. Ранее на калитке висела табличка, и там была написана «Земля частная, держите собак на поводке». Размеры региона Котсволд 800 квадратных миль, что около 2000 квадратных километров. Мы, конечно, захватим совсем маленькую его часть. В этой деревушке есть форелевая ферма. Можно прийти, взять удочку на прокат и порыбачить. А это я приветствую своих подписчиков. Допустим, если нет возможности обойти их, а пройти тебе нужно через какой-нибудь мостик, ты идешь, и они на тебя... Очень люблю этот дом, потому что здесь можно посмотреть и историческую левую часть, это 17 века постройка. И справа они пристроили современную. Видите, какой камень еще чуть более светлый? С возрастом от влажности, от дождей он немножечко потемнеет, и лет через 15 будет не отличить. Вот она держится, да. Просто такая рябь не очень ее хорошо видно. А такая в крапинку эта... Этот островок такой заросший, это не просто пустырь, поросший сорняком, как некоторые предполагают. Это называется островок вешалок. Раньше в средние века здесь стояли вешалки, на которых шерсть сушили. А сегодня здесь создан такой уникальный... В регионе разрешено строить только из породы, которую здесь же и добывают, чтобы сохранить единый ансамбль зданий. 143 года. Это 1380-й год построен. Изначально это были монастырские сплоты, которые занимаются сохранением культурно-исторического и природного наследия. В Британии местные, кто на этой улочке живет, в этих коттеджах, потому что в этих коттеджах они страдали... И показывать им, как раз заботиться об историческом достоянии великобритания. В итоге тропа... Можно, если хотите. Нет, не хочу, я просто... Можно, можно. При этом, ванна, вы видите, идите дальше и поедем в следующую деревушку. Она очень маленькая, и мы, нам нужно будет... Вот еще одна общественная тропа и специальный перелаз. Существуют специальные карты этих троп. Общая их продолжительность 2,5 тысячи миль, что 4 тысячи километров. Слоуфер происходит от староанглийского слоуфер и заполученная метрость. Здесь очень много речушек, поэтому создается ощущение заполученности. Почти в каждой деревне есть самый главный дом, который в прошлом принадлежал какому-то зажиточному помещику, а сейчас обычно такие дома занимают отели. и булочка очень маленькая на одну улицу, которая нас интересует. Сейчас мы с вами подойдем, что современный отец Браун, Шанг Браун, по рассказам Честерфена, его снимают полностью, целиком. Как я говорю, местный сельсовет. А это старинная водяная колонка, которая сейчас просто клумба. Мельничный барабан. Один из последних, оставшихся в целости. Овцы повсюду. Их в основном держат на шерсть, а ягнят на мясо. Многие знаменитости здесь, в Котсволд, имеют свои дачи. Хью Грант, Кейт Мосс, Элизабет Херли, Кейт Уинслет, Дэвид Камерон. О, часы у них были. И верно показывают. Музыка. Продолжение следует... Ну а мы направляемся в деревенский паб. Настало время обеда. Сельчане вместе ланчуют долго и с бесконечными разговорами. Я взяла себе свиное плечо с полентой, с салатом кейл. Было очень вкусно. Следом я выпущу вторую часть этой прогулки. Подписывайтесь, чтобы не потеряться.